Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Обсудим влог. Влог новый, аж на 40 минут. Как мы проводим время в доме отдыха. И чем нас кормят, ребят? Чем, главное, нас кормят? Значит, Уралка стоит с сарафаном. Он, значит, ближе к камере, чтобы Уралка не казалась такой огромной. Видать, она заставила. У него рука как будто приобнимает Уралку. Ну, а взгляд, ребят, такой же потухший и протухший. Смотрит он на неё с такой печалью. Просто жесть. Ребят, а на заставке прошлого видеоролика как будто его к чему-то принуждают. Как будто он в плену у бабки Уралки. Ну, и, значит, Уралка говорит. Ой, вчера телевизор смотрели. Нам, говорит, уже и в комментариях написали, как развернуть телевизор. Так они его в видео ворочали. Чё там им писали? Как ворочать телевизор? Если они, собственно, уже показали, как они его крутили в видосе. Туда-сюда. Ну, и, значит, говорит. Сейчас, говорит, 9 часов. Мы идём на завтрак. И, как, говорит, происходит завтрак. Здесь якобы покажут. Происходит. Не проходит, а происходит. Уралка, чё у тебя в голове происходит? Кстати, хочу сказать, что Уралочка выглядела, ребят, нетрезвой. Я не знаю. Вот чё хотите, то и говорите. Она вся опухшая была, отёкшая. И тут даже косметика бы её не спасла. Вот серьёзно, ребят. Такое чувство, что то ли пробухала она целую ночь и с утра ещё добавила, то ли проплакала она всю ночь из-за этого опухшая и вместе со слезами заливала из баночек себе жидкость в организм. Но, ребят, там заметно, конкретно, как я уже говорила, заметно, что что-то произошло. Да, там конкретно что-то между ними произошло. И, значит, Сарафан таким взглядом на неё смотрит. Уралочка сказала, что «Ой, кровать такая!» И Сарафан заржал. Слушайте, а может, он действительно остался на ночь у Уралочки? Хотя, когда она сказала, что 29 градусов, Сарафан так удивился. Что-то он якобы то ли не заметил, то ли не посмотрел. Наверное, не обратил внимания, когда ехал к Уралке с утреца. Не знаю, ребят, а может, действительно измучила она Сарафана за ночь на этой кровати? Ну, что-то странно уж он засмеялся, когда Уралка завопела про кровать. Ну, и дальше Уралка сказала, что якобы здесь нет никаких якобы, как в санатории, медицинских всяких услуг, всего прочего для здоровья. Это, говорит, просто дом отдыха. Уралочка – это база отдыха, это даже не дом отдыха. Говорит, мы и не выбирали. Мы специально, говорит, выбрали дом отдыха. Ага, дома измучилась, умаялась, не отдохнула, припёрлась побухать в дом отдыха. Дальше сидят в столовке. Уралка показала, сколько она себе набрала. И йогурт, и кашку, и кофе с молоком. Сарафан взял кофе и, говорит, что-то ещё не проснулся. Говорит, пока кофе не попьёт, не может ничего есть. А Сафар говорит, что его тошнит. Интересно, а что это вдруг тошнит? От ночи с Уралочкой? Ребят, тошнит от ночи мучений. Жесть, ребят, я просто смеюсь в голос. Вот, ребят, почему он постоянно такой какой-то удручённый и такой хмурый и злой. А его, оказывается, тошнит уже от любимой бабки, от любимой жены. Вот в чём причина. А мы всё думаем, ну что с Сафаром произошло? А его, оказывается, тошнит. Уралка хорошенько так сдобрила кофеёк с сахарком, да. Ну, напомнила про низкое давление. Кофе, говорит, крепкое. Да, Уралочка, крепкое, как твоя башка. А ничего, что крепкий. Ну, ладно, Уралочке позволительно всё. Дальше она рассказала, что там в меню есть, и что там полным-полно всего. Тут уже и сарафан начал есть, и что-то как-то себя не очень-то хотел показывать. Видимо, мину свою кислую не хотел светить особо на камеру. Видать, ему уж неудобно, что никак он даже поиграть на камеру и на публику не может. Настолько бабка ему противна. Дальше Уралочка мешает, значит, кофе и говорит, ну вот, девчонки, говорит, отдыхаем мы по полной. Уралочка, пока жрёте и бухаете вы по полной. И оба, ну, такие помятые, такие помятые, что, ну, наверное, там с бухлишком-то по полной у вас получается. Берит, сейчас, говорит, покушаем, а потом опять пойдём отдохнём. У нас, говорит, полный релакс. Всё, ребят, я лежу, я просто не могу, я не могу слушать, что она плетёт. Ну и дальше Уралка рассказывала про цены, сколько что стоит, на сколько кто приезжает. И я обратила внимание, что за столиком девушка сидела, как она внимательно смотрела на Уралку. И, видимо, её это как-то и удивило, возможно, что, интересно, чё это они сидят, жрут и снимают себя на камеру и ещё и разговаривают. То есть на них там обращают внимание. И люди не понимают, ну, кто они такие. Ну и опять Уралочка повторилась, что так захотел муж, чтобы она не готовила, чтобы она просто отдохнула. Ну да, Уралочка видно, как отдыхает. Ой, отдых прям, слушайте, прям люкс-отдых, ничего не скажешь. Кстати, Уралка помимо каши ещё прихватила блины. Говорит, я, может быть, блины и не поем. Ну, может, сафар якобы поест. То есть у неё сафар как доедалка. А тут сидит с кислой миной, и у него и еда в рот не лезет. Ему плохо, его тошнит то ли от алкашки, то ли от Уралки, то ли от сладкой ночи, бурной ночи. И тут уж не понять, но видно, что мужик прям как в плену. Ну что, сарафан, терпи, ты идёшь к своей цели. Терпи свою любимую жену. Ты в поле нам шептал, что она у тебя единственная и неповторимая, и других у тебя не может быть. Ребят, а помимо блинов, она ещё и творожную запеканку взяла. Представьте, нахапала жратовый целый стол. А сарафан, что там он ел? То ли запеканку, то ли омлет, и это осилить не мог. Всё, ребят, трындец, с сафаром случилась беда, и его тошнит. Ну и, ребят, началось. Ммм, запеканка, как в детском саду, замычала наша Уралочка. Наконец-таки я узнала Уралку по её мычанию. Пока Уралочка чесала языком и заталкивала в рот еду, сарафан метнулся и взял стаканчик с лимонадом. Всё понятно. Тут, оказывается, сушняк. Они и правда, походу, набухались, слушайте, с вечера, и, возможно, сарафан и остался, и никуда и не поехал. Ну, а может быть, и уехал, и просто его при виде Уралочки уже реально подташнивает. Там разве, ребят, разберёшь? Но сарафану очень-очень плохо. Дальше сарафан следит за женщиной и говорит. Вон, женщина, говорит, пять сосисок взяла и макароны. А потом, говорит, ещё два сосиска взяла и макароны. Это сидит, слушайте, не в рот своей дюймовочке заглядывает, а в чужие тарелки, прикиньте. Знаете, ребят, у Уралки всегда заметно, когда у неё голос грубоватый, вот и чувствуется, что точно она с бодунища. Но она у нас же и не болела-то толком, и мы не слышали с вами, чтобы она кашляла и чтобы она там соплила, да. Всё это было настолько выдумано и настолько наигранно, что я не верю ни одному слову Уралочки. И вот как только я слышу, что у неё такой грубый голос, когда она снимается, да, в видеороликах, тут, знаете, сразу на мысль приходит, что Уралка после очередной пьянки. Ну и на сарафане просто лица нет. Едва Уралка его заставила съесть блинчик. Но я бы не сказала, что и у Уралки прям особо такой уж аппетит. Но она его заставляла поесть, говорит, через полчаса скажешь, что есть хочешь. Но мне кажется, рядом с Уралочкой сарафану не хочется просто ничего. И жвачек волшебных нет. Приходится утешать себя содержимым из банок. Поэтому такой помятый, такой побитый. И, слушайте, ему так плохо. Дальше, ребят, как я и говорила, Уралочка снимает из окошка палатку там эту разбирают, которую она показывала, когда они в пятёрку-то мотались. О, ребят, ей нечего показать. По полной отдыхают, по полной, по полной пожрали, по полной напились, по полной из окошка поснимала. Значит, Уралочка рассказывает. Говорит, мы пришли, говорит, с завтрака и завалились снова спать. Ну, а чё, говорит, делать? Ну и правда. Вот чё Уралке там делать? Да и сарафану что там делать? Нечего, просто тупо нечего. На улицу не пойдут мороз. Общаться с кем им там общаться? Пожрали, поспали. Бухнули, пожрали, поспали. Вот вам и отдых по полной. А нет, ещё в окошечко посмотрели. Дальше Уралочка пояснила про тренажёрный зал, что ей всяческие физические упражнения запрещены. И поэтому якобы нечего ей писать такие комментарии. Уралочка, вот интересно, физические тебе упражнения запрещены, а по магазинам, по всяким гипермаркетам носишься только так, и чё-то как-то никто не запретит тебе. И вон на море носилось туда-сюда по ступенькам, и никто тебе не запрещал. А тоже физическая нагрузка. И слушайте, если где-то в магазин за жратвой, то ножки работают ой, как хорошо. А тут всё, ничего нельзя. Спрашивается, зачем припёрлась? В окошечко посмотреть, да пожрать в столовке. Скажем так, отдохнуть от жрачки. И стоит Уралочка, говорит, сейчас, говорит, у нас уже обед. Говорит, сейчас переоденусь, пойдём на обед. Вот и съёмки, ребят, насыщенный отдых. Позавтракали, пришли, поспали, в окошко поснимали. Сейчас переоденется и пойдут снова жрать. Подальше слышали, что сказала Уралочка, что можно сходить купить венца. Ну а чё бы нет? Уралочка сказала, сегодня нет, сегодня очень холодно. А завтра, говорит, мы поедем до дому, сделаем кое-какие дела. Ну и да, по пути вернёмся и захватим бутылочку венца. А может и бутылёчки со спиртиком, если с собой не прихватили. И как раз таки будет веселуха. Подальше Уралка сказала, что будет мастер-класс по приготовлению пиццы. И тут сарафана понесло. Ну и дал жару. Отомстил за короткие ножки, за плюгавенького. И рассказал про пиццу. Всё, что есть, палка колбасы, два-три помидор. Конечно, Сафар, молодец. Понимаешь, что Уралка готовит только хрючево. И ничего больше не умеет. Поэтому ты постоянно в забегаловке и забегаешь пожрать. Слушайте, а может поэтому они и поехали на базу отдыха. Потому что у сарафана уже живот болит, тошнит. И уже просто нет сил питаться Уралкиными помоями. Поэтому он и решил поесть нормальной еды хоть неделю. Ну а дальше Уралочка заговорила про комментарии. Что кто пишет. Многие якобы радуются за то, что они поехали. А некоторые, говорит, язвительные дамы вопят, что вот откуда деньги. И что так устали, якобы ничего не делая, что едут отдохнуть. И надо запретить, чтобы всем на Ютубе платили зарплату. И Уралка заявила, что они уже сколько, два или три месяца не получают с Ютуба зарплату. Ребят, я вам неспроста говорила, что я не вижу рекламы у них в Ютубе. Я до сих пор её не вижу. Я не знаю, может кто-то и видит. Но я из Беларуси не вижу. Ну и я почему-то думаю, что может действительно они не получают деньги с Ютуба. Может быть, какое-то было нарушение. Может быть, они просто не оформили карту, куда получают деньги. Может, что-то другое. Ребят, я не могу сказать ничего по этому поводу. Но Уралка сказала, что они копятся. И потом, мы, говорит, их получим сразу много. Интересно, за какой шиш они тогда живут? Получается, на рекламе они зарабатывают. И зарабатывают неплохо на дзене. На дзене я знаю, что на ней могут зарабатывать достаточно много. Комментариев им пишут много. Просмотров у них тоже предостаточно. То есть, получается, что живут они за дзеновские и рекламные деньги. Поэтому у них столько в последнее время рекламы. И стены моют они только из-за рекламы. И стирают из-за рекламы. Я думаю, что и выходных у них столько много стало на Ютубе. Потому что им, возможно, нет смысла снимать на Ютуб. Ребят, напишите мне, кто откуда и видите ли вы рекламу у Уралки на канале. Ну и дальше уже опять Уралка показывает столовую, показывает порции. Что они там понабирали. Сколько жрачки наставили на стол. У Сарафана какой-то там крем-суп. И капуста, и опять и макароны, и картошка, и чай. У Уралки тоже там полным-полно жрачки. Они, походу, отоспались и решили отожраться по полной. Ну а дальше, слушайте, наша парочка Сафарбек и Уралочка выползли таки на улицу. Уралка в своём нестиранном пальто. И Сарафан тоже рядом с ней. И нет, чтобы любимую под руку взять. Или чтобы она его взяла. Всё-таки тяжело по снегу идти. И мороз нет, слушайте. Он идёт подальше от неё. А сзади, слушайте, машина, которая чистит снег. И как Уралочка впереди бежала. Это та, у которой ноженьки больные. А Сарафан, слушайте, впереди снимал её и ржал. Правильно, Сарафан, только бы поржать с Уралки, правда? Ты ей теперь мстишь из-за плюгавого, из-за коротконогого. А дальше Уралочка призналась, чё они попёрлись-то на улицу. Не жить, не быть, Сарафану нужно покурить. Так вот в чём дело. Сарафану хотелось просто курнуть, а Уралка боялась, как бы он не убежал. Вот и попёрлась вместе с ним. Слушайте, прошли 10 метров и уже толкутся назад. Ну и дальше, ребят, мастер-класс. Уралочка ходит и снимает, кто как готовит пиццу. Сама не изъявила желание приготовить. Столько ходила, слушайте, как телеведущая, и всё это на камеру фиксировала. Но, правда, спросила у девушки, можно ли поснимать пиццу. Дальше Сарафан с Уралкой оттуда ушли. Видимо, смущали людей своей камерой. Короче, видимо, задолбали. И сидят в фойе. Уралочка, прищурив свои глаза, значит, рассказывает, что они ушли, чтобы не смущать людей. Ну и дальше Уралка сказала, что они, значит, опоздали. И спросили у пары, можно ли поснимать пиццу. И Уралка говорит, мы всегда спрашиваем разрешение, можно ли поснимать. Уралочка, а что это ты не спросила у родителей детей, которых ты снимала, целую толпу детей, можно ли поснимать? Ну, ты их просто снимала. Правда, понятно было, что дети эти просто с тебя ржали. Такого чуда они не видели никогда. А здесь ты рассказываешь, какая ты вся любезность сама. Прям всегда спрашиваешь, можно ли поснимать. Чушь собачью не неси. Дальше Уралочка заговорила про детей. Видимо, потому что обзорщики об этом заговорили. И сказала, что они сами попросились их снять. И они, говорит, большенькие. Уралочка, эти дети не большенькие. Они несовершеннолетние. И какое ты право имела их снимать, не спросив родителей. Да, главных опекунов этих детей. А попросились, и ты сняла. Ай да молодец, отмазалась. Вид мы с Сафаром решили не снимать там без разрешения большой стол и посидеть якобы в фойе. Говорит, уже сумерки встают. Ну и видео пора уже завершать и Сарафана домой отправлять. Барыню выгулял. Наелись, напились. Пора бы уже и честь знать. Дальше Уралочка сказала, что Люба смотрит за Дуней. Потому что Сарафан спросил. Или она звонила Любе. И что они собираются завтра ехать к Дуне. Ну и Сарафан хоть раз засмеялся в конце влога. Видимо, в ожидании момента, когда ему можно будет уже уматывать, сматывать удочки. Уралочка, значит, сказала, что пока мы смотрим журнальчики. Про свадьбу журнальчики. И Сарафан тут же схватился за лицо и начал ржать. И здесь как раз-таки был прерванный кадр. Ну а дальше, конечно же, как не показать ужин. Опять же, показали тазы с едой. Сколько они там понабирали. Но там они, ребят, точно не голодают. Жрут по расписанию. Порции огроменные, довольнёхонькие. Сладости. И ешь не хочу. Счастье полные штаны у обоих. Готовить не надо, зато праздник живота. А дальше в самом конце уже Уралка краснющая, запыханная вся сказала, что они были в караоке. И она там песни пела, но снимать не могла, потому что люди и дети, ну и, конечно же, скорее всего, авторские права. Ну и закончили свой видос. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok